Вы знаете её имя, вы слышали её голос, теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе «Стрижтайм». Всем привет, добро пожаловать в программу «Стрижтайм». В ближайший час по обыкновению мы с вами проведём вместе, сделаем это хорошо. В честь вашей красоте. Салфет вашей милости, Ксения. Ну что, пашинцы, закрываем мы сегодня. Да. Восемнадцатый год, да? Да, замыкающий у нас гость. Замыкающий, да, да, замыкающий. Какой гость? Стрижтайм уходит на большие каникулы до пятнадцатого аж января. У нас вообще все прекрасные гости, но этот уникален тем, что редкий. Редкий. Редкий, вот редкий такой. Гость Джанго. Джанго, привет. Здравствуйте. Джанго, привет. Алексей, можно так обращаться? Да, конечно. Да, то есть нету... Так как-то удобнее даже. Да, да, да. Мы же в России. Нет, ну просто кто-то там шифруется со всем, вот чтобы... Ну, я тоже, я не скрываю, что у меня псевдонимы, как-то так это... Да, а я не знал, кстати. Да? Вот. Как много нам открыть еще, надо чаще заходить. Да я бы с удовольствием. Надо чаще общаться, много разных секретиков. Хорошо. Алексей, по хорошему поводу мы сегодня собрались. Во-первых, у тебя прямо в январе и сразу юбилей. И юбилей настоящий, 50 лет, я считаю, что это самый настоящий юбилей. Второй только 100, если повезет. Чуть-чуть. Вот. Потому что все остальное это круглые даты. Все-таки юбилей это 50, это действительно так, это здорово. Мое вам козерожье с кисточкой, поскольку у тебя 10 января. Да, 8. 8. А у меня 4. 4. Поэтому вот я уже к тебе как к родному, понимаешь? Просто. Я вот не помню, мы на ты или на вы. Вот и я не помню, поэтому... Поэтому... Как? Давайте на вы. Давайте на вы, все-таки моя артистка. Серьезно, да? Нет, или на ты, потому что мы козероги. Да. Тут очень много общего, да, как оказалось. Ну что, Алексей, на ты, на вы. Хорошо было бы на ты вообще. Хорошо на ты. А так и чувствуешь себя немножко моложе, там в преддверии 50-летия это помогает. Да, да. Я как старшая подруга разрешаю. На ты. Хорошо. Значит, 8-го у тебя день рождения 50, а 10-го января праздничный концерт. Хочу сказать, что не очень-то ты, я не знаю, как можешь быть в страну и радуешься им концертами, а вот я афиши Джанго очень давно не видела нигде. Поэтому это, наверное, какая-то очень большая редкость, нет? Нет, отчего же. Мы выступаем, выступаем с группой и в Москве довольно часто. Но сейчас же, как повелось, сейчас уже все вот аналоговая вот эта бумажная промышленность, она отступает, в смысле в сфере информирования населения. И все перемещается в основном куда-то в интернет. А мы с тобой в Инстаграм-то не дружны, и в Фейсбуке не дружны, а вот Инстаграм у нас имеется. Имеется у меня, так вот и задружимся, но это будет после эфира. Сейчас модно говорить, давайте после Нового года. Да-да-да, созвонимся после Нового года. Причем хорошо, если это говорится где-то в июне, в июне. Да-да-да, позвоните после Нового года. С продюсерами так, где-нибудь после Нового года. Я занят, позвоните позже. Да-да-да. Так вот, в Люстре, это такой бар, да, такое интересное место. Да, но там есть звук и сцена, и, в общем-то, мы один раз там выступали. А я, насколько понимаю, ты в основном, я вообще думала, если честно, что существует ли группа Джанго. Я думала, что ты как-то отслоился, и вообще мне казалось, что ты ушел за кулиси, то есть писать там для фильмов, для чего ты, ну, то есть с такой вот концертной деятельностью, вот именно так как-то, ну, есть студийные музыканты, есть концертные. Вот мне так вот показалось как-то. А вот я, честно говоря, и студийный, и концертный. То есть я, в общем-то, и очень хорошо себя чувствую и на сцене, с ребятами, и, кроме того, я часто выступаю один. Я этот жанр просто практикую, как квартирник, там, собирается людей, там, ну, допустим, 100 человек, или, может, чуть больше, а может, и чуть меньше. Это сейчас так модно опять стало, квартирники. Ну, это здорово для меня лично, здорово, как для человека, пробующего быть артистом, да, то есть полтора часа программы со своих песен, с беседами, с публикой, мне это очень важно, и полтора часа эти пробегают очень-очень быстро. Нет, ты так говоришь, как будто ты начинающий, как будто тебе 20 лет. Я всегда начинающий. Какая прелесть, век живи, век учись, правильно, да, ну, а сейчас мы приостановимся, немножко продолжим, чуть-чуть попозже. Ксения Стриж в программе «Стриж тайм», только на радио шансон. И только на радио шансон «Джанго» в сегодняшний гость, Алексею Поддумному, 8-го, 50, 10-го люстра в бар, начало в 8, большой праздничный концерт. Рассказывай, что там будет. Ну, что ж, мы будем там играть мои песни. Кстати, я хотел в продолжение нашего разговора, когда ты говоришь, что неизвестно там или в тень ушел, или еще что-то, что с группой происходит. За сцену, за кулисье. За кулисье выглядит приблизительно так, что вот эти 5 лет, прошедшие, может быть, чуть меньше, 4 года, у меня действительно в этот период поменялось очень много. У меня ведь, я киевлянин, бывший киевлянин теперь уже, вот, у меня группа была, соответственно, все ребята киевские были. То есть мы ездили и в Москву часто, и куда угодно, но вот группа базировалась, и я там жил. В 13-м году я переехал в Москву, а в 15-м году я поехал на Донбасс, и там нашел новую группу себе. Значит, теперь у меня все ребята донецкие играют. Кстати, вот недавно фильм снимали ребята, по-моему, «Россия-24», тоже об этом. Где-то в январе, может быть, этот фильм выйдет. Тоже обо всех, кто ездил на Донбасс. Там Юлия Чечерина, и Вадим Самойлов, и Саша Скляр. Мы все друг друга очень хорошо знаем, там подружились. И у тебя российское гражданство еще ждет. Это же тоже надо отметить. К 50 годам, к такой красивой дате, у тебя столько вообще изменений в жизни. Поэтому у тебя и новая группа. Сколько у вас сейчас? Ну, периодически это количество все время прибавляется. Вот сейчас мы еще клавишника нашли в Донецке. А вообще у нас вместе со мной, раз, два, три, четыре, шестеро. О, много, 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 много. Ну, а чего? У нас классика, значит, ритм-секция, барабаны, бас-гитара есть. И гитара, да? И еще же я есть. Я пою и играю на акустической гитаре. А иногда даже сажусь за рояльчик или за клавишный инструмент. У меня один единственный тембр, это там рояля. Я просто сопровождаю свое пение этим. Просто для разнообразия. И я учусь играть. Это будут вот, кто знаком с творчеством Джанго, это будут известные, так сказать, раскрученные, любимые песни, которые, собственно, и сегодня еще парочку прозвучат. И, конечно, новый какой-то материал, да? Ну, есть песни, которые я пишу. Я, кстати, пока не спешу их записывать, а исполняю только на концертах. Я хочу большой блок такой накопить, хотя бы пол альбома, лучше процентов 70. Вот. И потом сразу записывать. Ну, я действительно хочу выпустить еще один альбом хотя бы, и концептуальный такой. То есть использовать там все накопившиеся знания о звуке. Я все-таки еще и аранжировщик. Помимо того, что я пишу свои песни, в смысле слова и музыку, я все-таки еще и оркеструю это все, я разбираюсь в звуке, в программах и так далее. А, Леша, стыдно спросить, у тебя есть музыкальное образование? У меня очень среднее музыкальное образование. Я закончил музыкальную школу по классу классической гитары. Очень среднюю школу? Очень среднюю. Нет, кстати, школа была, если говорить фигурально, то школа была хорошая. Она была при училище. Средняя, но не средняя. Средняя, но не средненькая. Хорошее музыкальное образование. Да, да, да. Ну, это все-таки, ну, знаете, у музыкантов музыкальное образование считается консерваторией. Если ты не закончишь консерваторию, то ты как бы не настоящий сварщик. Ну, я тоже вот закончила при консерватории Чайковского, Мерзляковску, школу по фортепиано. Ну, какой я музыкант? Ну, вот какой я музыкант? Едва ли бах, закончил консерваторию, я думаю. Ну, кто его знает? Может, там были совсем другие принципы обучения? Они друг друга обучали там, понимаете? Нет, просто я аранжировал, ты все же делаешь сам, почему я и спросила, ну, какие-то... А это навыки и это любовь, скажем, своего рода. Когда-то была, сейчас я немножко охладел к аранжировке, но раньше я даже и как бы подрабатывал этим, чтобы как-то выживать. Другим помогал. Ну, конечно. Я прошу прощения, очень все интересное, но все интересное всегда у нас прерывается, понимаешь ли, поэтому так. Ненадолго. Еще раз всем здравствуйте, если вы только что к нам присоединились, Джанго. Сегодня мой гость. Готовимся к Новому году и к поздравлялкам с юбилеем Алексея. Восьмого день рождения, десятого концерта. Итак, мы остановились на том, что, значит... А почему выбор пал на люстру? А почему бы и нет? Это хорошее место, мы там выступали. Насколько я знаю, это недалеко от станции метро Академическая. Ну, что такое там? Вот, там Академическая среда, понимаете, ну, как бы, близко к, так сказать, к интеллигентной части. Академгородок. Академгородок, да, да, да. Ну, а потом, видимо, как-то вам там понравилось по звуку и по всему, когда... Да, 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 да. Ну, мы еще кое-что свое довезем, конечно, там, на всякий случай. Я думаю, что там планируется как? Что все-таки это будет концерт, приуроченный к дню рождения? Поэтому мы раздвинем там столы, освободим максимальное пространство перед сценой, чтобы, значит, все те, кто придут, смогли бы вместе с нами там прямо под сценой повеселиться и послушать. Хотя, конечно, не совсем может быть... Так мы с тобой перед эфиром, когда пили, там, чай, кофе, сказал, да, вот эти вот обе веселые песни, которые у меня есть, для них стоит устроить танцевальный портрет. Ты же романтик. Ну, конечно, да, ну, кое-что, но романтики тоже иногда веселятся. Ну, да. Не, ну, музыка в основном-то такая. Кстати говоря, очень многое зависит от того, кто исполняет. То есть, допустим, одни музыканты это видят так, а ребята, с которыми я играю, и подружился, и породнился, можно сказать. Они такие активные, они рокеры, поэтому это все достаточно громко, напористо. Я иногда, конечно, выторговываю себе небольшое время для лирического отступления, сажусь за рояльчик и сольно пою там одну-две песенки. Вот. Или под гитарку. Мы играем с Игорем, с нашим гитаристом вдвоем. Ну, в общем, хорошо, что у нас в составе, между прочим, есть аккордеонист, Леша Скиппин. Ой, все время аккордеон дает такую, как скрипка такая, аккордеон дает такое какое-то настроение, а аккордеон вообще такое, оно дает французское такое настроение всегда. Да, да, да. Я когда-то играл на аккордеоне, у меня с этого начиналось вообще мое обучение музыке. А еще не многих мальчиков нашего 60-х с хвостом готов. Правда, правда. Даже, в принципе, по понятным причинам, потому что навезли из Германии в 45-м году, навезли массу аккордеонов, в том числе итальянских. Это было очень модно, все хотели играть на аккордеонах. Мой папа тоже хотел, но он очень сильно ранил его во время войны, и руки у него не было. А он хотел. И, видимо, вот я, так сказать, стал руками его в этом плане. Да. А я, знаешь, удивилась. Я посмотрела, тут пришел волшебный листочек о твоей жизни в искусстве. Моя жизнь в искусстве. Да, да, да. Вот. Я удивилась, в каком количестве сериалов вообще звучат твои песни. Потому что, ну, многие я просто не видела. Вот. А на самом деле здесь и беглец, и беглянки. Или это на сем... Это самое... Да, беглец. Беглец и беглянки. Это две большие разницы, как говорят в Одессе, да. Вот. Потом в «Солдатах». Ну, да, в «Солдатах» было, но самое главное, конечно, это весь художественный фильм полнометражный «Бой с тенью». Там «Холодная весна». Да, «Бой с тенью», да, да, да. Вот это я и помню. Вот. А тут я смотрю, столько всего этого самого... Причем я их не писал для сериалов. Просто режиссеры сериалов или фильмов просто брали мои песни туда, и все. Уже в готовом виде. Ну, хоть за денежку. Когда как. А какие наглые. А как так? Просто взяли и не звонили, ничего? Или думали, наоборот, он должен быть, гордится сейчас в моем фильме, вот, раскрутим парня, нет? Ну, вообще поначалу тоже такой расчет был. Это вообще такая тема. Я не очень люблю говорить о деньгах. Это не очень романтично, а я же романтика. Ах, ну да, 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 да. Извините, извините, извините. Я вас без грима-то не узнала. А романтики-то не едят, что ли? Получается, видят, видят. Принцессы не какают, а звезды не ездят на метро. Вот так. Да, ну, слушайте, у меня есть концерты там. Ну да, в общем-то. Так, у нас следующая песня, как называется? Была-не была. Была-не была. Собственно, ну это, я так думаю, раскрученная песня, да? Да, вполне. Вполне себе. И, может быть, даже для многих слушателей радио-шансона, в частности, Старишта, ему любимая. И давай помолимся на компьютер, который вполне возможно, что он первый клип-то зажал. Да, жалко, кстати, я бы сам посмотрел. Он сегодня с характером тоже такой, кабинется. Дорогой компьютер, просим тебя. Покажи, пожалуйста, видеоклип на песню «Была-не была». Я постараюсь. Стриштайн. Снова на радио-шансон. Джанго, мой сегодняшний гость. И вот спасибо компьютеру. Посмотрели мой клип, да. Все-таки, когда просят, то дается. Да, конечно, обязательно нужно и вежливо, желательно. Да. Вот. И мы решили, что Джанго в юности, коим он предстал в этом клипе, очень похож на Конкина. То есть на шарапу, на шарапу. Это точно. Да, на шарапу. Ну, не можем у меня шарапу. Да, да, вот кепочку надеть и это все. А что, не самое плохое, так сказать, самое... Пальтишка серенькая, кепченочка. Как кепченочка? Огонек. Огонек. И журалый огонек будет у меня в правой руке. Да, да, да. Так вот, так, мы говорили о кино, да? О кино. Да, мы о кино говорили. Мы говорили о кино, но ты сказал, что тебе не очень хочется говорить о деньгах. О деньгах. Я хочу говорить о кино, да. Да, да, да. То есть у тебя нет опыта, чтобы ты писал для кино. То есть так всегда получалось, что твою песню брали. Я просто хотела поговорить о том, есть ли у тебя практика на заказ. У меня был такой опыт. Когда-то я сотрудничал с одной крупной фирмой «Грамзаписи». В самом начале, где-то в 2005 году это все начиналось. И мне предложили написать песню для фильма «Девятая рота». Ох, да, мне показали 20-минутный такой рабочий отрезок этого фильма. Он как бы от начала до конца был. Типа трейлера. Типа трейлера, но только очень большой, такой 20 минут. Я посмотрел, мне очень понравилось. Я очень проникся. Я решил написать все-таки песню. Она у меня получилась. Реально, песня называется «Серебрица дорога». Она получилась военная по мотивам афганских событий. Но я решил написать таким образом, чтобы не иллюстрировать это и не писать о войне. Меня очень зацепил один эпизод из фильма, когда ребята из Красноярска, из Красноярской области, я это очень хорошо запомнил, забирают в армию. Я поскольку сам уходил в армию, я это ощущение прекрасно помню. Это такой тревожности, что будет впереди, никто ничего не знает. Поэтому я написал такую песню про вожалку. То есть там «Серебрица дорога, небо, вольная даль, проводи до порога, поцелуй, если не жаль». И я думал, что эта песня, она не вошла в фильм. И причины мне неизвестны, но когда я смотрел уже готовый фильм «Девятая рота», и там в конце этот эпизод, когда он закрывает фильм, когда наши на броне едут, на танках, на БТРах, на БМП и так далее, я думаю, если бы эта песня звучала, было бы здорово, действительно. Но, к сожалению, не получится. А там, по-моему, вообще никакая не звучала. Вообще ничего не звучало? Я не помню, я плохо помню этот фильм. Нам, видимо, Бондарчук решил озвучить это только тем, что тогда было. Все деньги на спецэффекты ушли, я говорю. Как ни крутись, все равно к деньгам возвращаемся. Все деньги. А тут еще жалко. Ты думаешь, а, ладно, сэкономим на песни, ладно. Да, ну вот жалко. Но это был вот такой опыт, когда говорили, вот тебе фильм, вот сюжет. Еще было предложение написать песню к фильму «Адмирал». Я его смотрел где-то за полгода. Какие прекрасные предложения. Вот «Адмирал» это вообще шикарный фильм. Но у меня не получилось. Я реально искал вот этот архетип, так сказать, о чем написать. И я не понял, о чем, правда. Если в девятой роте мне было все понятно, вот ребята уходят на войну, и это как-то сложилось, да, и легло на этот лирический военный русский язык, то там я не понял, что делать вообще. То ли белогвардейцы, то ли нет. Нежели мы в то время. Нежели мы в то время. Я его не ощутил, правда. Не почувствовал совсем. Ну, что ж. Ну, и пожалуйста. Вот практика такая. А мы сейчас прервемся. Такой опыт. Ну, может быть, лет через 10 будет ремейк, и тогда уже, к тому моменту уже, тогда, может быть, что-нибудь еще созрел. Какие фильмы появятся. Может быть, кто-то все-таки, бог с ним, с «Адмиралом», может, что-то новенькое снимут. Ладно, так у нас любят ремейки снимать. Ну, да, да. Прервемся. Да, прервемся. В эфире «Стриштайм». А Дианга, мой сегодняшний гость. Слушай, а вот так, на скидку, а сколько лет уже? Когда вот первая песня появилась? Я имею в виду в эфире, там, той или иной радиостанции. Вот именно вот этот мой проект, да, который называется «Джанга». «Джанга», да, да, да. В 2005 году, в самом начале года, по-моему, вышел как раз фильм «А нет, нет, вру». В 2004 году песня «Папаган», которая попала в сериал «Потом», уже «Солдаты». Ее, кстати, взяли ребята из нашего радио. Вот это был первый эфир вообще. Спасибо большое за эту прекрасную рекламу. Ай. А ничего страшного, она у нас тоже звучит, и что? Это было давно, это давно было. И неправда. Вот, так что вот так вот и началось. А ты же говоришь на радио, когда было на радио. Вот я говорю, вот было на радио. Да, 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 но на радио. И случайно. Ну да, да, я сказала, на ту или иную радиостанцию. Я же витивата говорил, но витивата. Это недостаточно у меня опыта все-таки. Надо спрашивать, а когда ваша песня зазвучала на радио «Шансон»? Да, кстати, тоже, между прочим, зазвучала. Что-то в этом же. Да, буквально вот в скорости, потому что, когда вышел фильм «Бой с тенью», то она была, конечно, на радио «Шансон» тоже была. Да, 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 я помню. Я же тогда, когда работала. От других радио я молчу, конечно, естественно. Да, да, конечно, конечно, конечно. Ну ладно, бог с ним и творчеством. Напомним, что 10 января в 8 часов вечера, это нормальное время, для клубных программ, так оно есть в 8, это в 7-то концертные залы, в 8 клубы. Вот, люстра-бар, праздничный юбилейный концерт, группа «Джанго», новый состав, интересно. Может быть, даже и я загляну, я, по-моему, 10 января уже, 10 января я уже буду в Москве, я отъеду тут ненадолго. Прекрасно, я буду очень рад видеть. Вот. Правда? Нет, правда, к тому же, я не знаю, стыдно признаться, но я не была на твоем ни одном концерте, нигде, ни квартирнике, ни стадионе. Да, я думаю, вот мне было бы даже интересно потом твое мнение, потому что человек-то просто, ну, беспрецедентно честный, я так понял, ибо козероги, ибо, ибо, и все, ибо, ибо сам такой же, ибо, ибо сам такой же, ладно, хорошо, ну, ладно, у нас уже подходит время нашей встречи к концу. Еще пока оно подходит, но еще есть. Да, 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 я просто к тому говорю, что вообще, да, 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 вообще-то что в жизни происходит? Вот помимо песен, понятно, вот тут гражданство, москвич теперь, да, как я понимаю, вот, а что вообще такого радостного поделись, что у тебя? Может, кто родился, может, что есть? Ну, конечно, самое радостное, это то, что мы с тобой очень давно не видим. Да, сынок растет, сын уже 4,5 года, он родился здесь, мы, собственно говоря, с женой уезжали из Киева, мы жили тогда там, нам очень там нравилось жить, но мы в конце 13-го года решили поехать в Москву, пожить некоторое время, а заодно и, в общем, сыночка родить. Вот, и он родился здесь, и он растет, он радостный такой человечек, я просто безумно его люблю. Как зовут? Никита. Никита Алексеевич, получается. Никита Джангоч. Джангоч. Поддубный. Джангоч. Джангоч. Поддубный, кстати, такая, ты не рылся там в своих корнях, это не поддубный самый легендарный, не имеет к себе отношения, он же, кстати, украинец же. Да, он Полтавская область, и я знаю, что у меня отец, он где-то оттуда. Так что, в принципе, какие-то связи могли бы, я думаю, что вряд ли у нас есть какие-то прямые родственные связи, вот, тем более учитывая то, что я не такой страшно могучий человек, то, ну, что-то такое может быть, когда, ну, целыми поселками, ведь фамилия, фамилия, это же не просто там, вот, допустим, у меня... Она достаточно редкая, кстати. Да, и там, как правило, раньше-то так и было, что целыми деревнями... Она, конечно, не Иванов, но, с другой стороны, ну, достаточно распространена. Вот мой второй Поддубный, который я знаю. У меня лично есть вот тот второй Поддубный, Женя Поддубный с телеведущей, который вечно лезет во все, так сказать, конфликты эти, ну, то есть в горячие точки, то мы с ним приятельствуем, очень хороший тоже человек, и тоже Поддубный. И тоже не родственники так, если ковырать. Нет, мы не родственники, да. Я думаю, если ковырнуть, то... Если ковырнуть, то мы все родственники, я даже знаю родителей общих. Не, просто это же какое-то седьмое, шестое рукопожатие, как это называется. Ну, да, 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 теория... Теория, да, что каждое шестое, они друг друга знают, или знают какие-то общие знакомые, и так далее, и так далее. В принципе, я какое-то время увлекалась этой штукой, проверяла, это действительно так. Но, во всяком случае, если брать круг... Если не брать Папуановую Гвинею, допустим. Да, да, нет, если брать, ну, например, там какой-то, как это называется, круг какой-то определенный, например, там врачи, ученые, артисты, там, музыканты, то там даже, по-моему, третье рукопожатие получается. Профессиональное сообщество. Да, вот, вот. Как ты можешь правильно подобрать слово. А у меня уже все, я уже в расслабоне в таком. Джанго, Леша, за ранее с днем рождения вроде как не поздравляют, но я надеюсь, что я это сделаю десятого, ведь позже чем смогут. Я тоже на это надеюсь. Да, 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 можно поздравить, а раньше считается плохой примет. Поэтому поздравляю тебя. Вот с наступающим это вот вообще. Вот, в Москве справляешь, Новый год справляйте в семье. Да. Никуда не ездить. Никуда, никуда не хочется ездить. Вообще. Я так наездился последний месяц, что просто и далеко. Хорошо, Доморсон, семейный праздник, красота, телевизорик, шампуз. И спать часов в три утра. Хорошо. Вот. Ну что, увидимся 10 января. Спасибо тебе большое. Да, тебе спасибо большое. Тебе счастливо доработать. Спасибо большое. Ты же еще и завтра работаешь. Да, и послезавтра тоже работаешь. Ты после Нового года потом очень быстро выходишь. А я прощаюсь с вами, друзья. Я буду скучать. Я тоже. Но мы с тобой созвонимся. Да, обязательно мы встретимся за эти каникулы. Вот. А я прощаюсь до 15 января. И, внимание, с 15 января программа встреч-тайм будет выходить в 8 часов вечера. С 8 до 9. Не с 7 до 8, как сейчас, а с 8 до 9. Впрочем, вам еще за эти каникулы зимние... Все уши прожужжат. Все уши прожужжат. Да, уже ролик пишется. Ролик. Вот. И все такое. Ну что, на прощание. У нас твоя песня. Как она называется? Холодная весна, как раз. Холодная весна, как раз. Да, самая песня. Да, без нее. Да, самая крутая песня. Все, пока-пока-пока-пока. Вы знаете ее имя. Вы слышали ее голос. Теперь она снова с вами. Культовая радиоведущая Ксения Стриж в программе Стриж тайна.